Всем привет, дорогие друзья! Компания Vivo продолжает активничать на нашем рынке и вот-вот привезет в Россию флагманский безрамочный телефон с водопадным дисплеем Vivo Next 3. Его цена в России составила 59 990 рублей. Прямо сейчас идет сбор предзаказов. За предзаказ дарят наушники Bank & Olufsen в фирменном магазине Vivo. И отправлять предзаказы собирается 21 октября. Короче, очень скоро он уже появится на прилавках. И надеюсь, что у нас на руках тоже. Очень ждем этот девайс на обзор. А пока нам прислали вот что. Vivo V17 Neo. Это среднебюджетный аппарат. Его рекомендованная розничная стоимость составляет 19 990 рублей. И если вам кажется, что это много, то пожалуйста, акция идет совместная с M-Video. Покупаешь аксессуар по цене от 490 рублей и получаешь скидку. Выйдет он за 15 990. Покупаешь аксессуар и цена падает до 15 990. Вроде неплохо. Вообще по характеристикам девайс такой взвешенный получился. Сейчас подробненько расскажем все. Расскажем и покажем. Такой вот он симпатичненький, да? На этом месте я должен был бы начать показывать комплектацию. Однако у нас демообразец. Без всего телефон пришел голенький. Поэтому я озвучу словами комплектацию и покажу заодно книгу, продемонстрировав видео возможности этого самого телефона Vivo V17 Neo. Итак, книга DC Comics, 75 лет. А комплект включает сам телефон, кабель, зарядку, гарнитуру, чехол, документацию, иголку извлечения SIM. И вроде бы все, да? Телефон, зарядка, кабель, гарнитура, чехол, документация, иголка SIM. Да, вроде все. Да, вот такой комплект в магазинах. Книжка шикарная. Рекомендую, друзья. Вот так вот. Такой толщины. Да, внушительный. И еще, что наш демообразец, что магазинные девайсы, они все поставляются с защитной пленкой на экране. Вот она. Она со своей задачей справилась хорошо. Царапины все приняла на себя. Покрутим, повертим корпус. Смотрите, у него тройной лоток, две SIM-карты и карта памяти отдельно. Замечательный тренд. Мне очень нравится. Я небольшой любитель градиентов, но надо отдать должное этой расцветке. Она довольно-таки симпатичная. Камера тройная. Под этим светофором находится вспышка. Спинка сделана из пластика. Из пластика сделана и рамка. Она похожа на металлическую, ну а жопка похожа на стекло, соответственно. Если не взять в руки, то сразу так и не поймешь. Даже если в руки возьмешь, то все равно потребуется несколько секунд, чтобы осознать тактильно. На правом торце качетка громкости и кнопка питания. На левом торце слот 7, я уже его показал, и интеллектуальная клавиша. Смотрите, вот ее настройки. Можно такие вот действия привязать. Вот она. Диагональ экрана составляет 6,38 дюйма. Супер AMOLED. Экранчик неплохой. По цветам, по углам. Каплевидный вырез имеется. Все к нему уже привыкли. Всеми он воспринимается адекватно. Ну, почти всеми. Есть еще исключения. Ну, мне нормально. Я оттягивал этот момент как мог, но все же пора, пора показать вам нижний торец. Вот он. Здесь microUSB. Аудиоразъем, микрофон, динамик, но microUSB. Я не знаю, когда закончатся запасы microUSB разъемов. Когда-нибудь это случится, но все же пора USB-C сюда вставлять. Верхний торец чист. Чист абсолютно. Пара слов об эргономике. Телефончик такой прямоугольненький. У него плоское стекло спереди, плоская спинка. Есть, конечно, 2,5D-скругление. Но все же он ощущается таким параллелепипедом. Да, он немного, не скажу, что впивается в руку или режет руку, но все же эргономика могла бы быть получше несколько. А, ну и кстати, в комплекте же чехол должен идти, которого у нас нет, потому что у нас демообразец. Я думаю, что в чехле он ощущался бы совсем по-другому. Vivo одной из первых внедрила сканер под экран, и здесь он есть. Да, друзья, подэкранный сканер пришел уже вот в этот сегмент доступных девайсов. Есть и анлок по лицу. Если вам по каким-то причинам не устраивает быстрый сканер под стеклом, пожалуйста, по лицу разблокируйтесь. Тоже все работает. Шум там свистнул, я не знаю. Зайду с козырей теперь, друзья. Измерять шим будем. Прибор не зря же у меня, да? Максимальная яркость. Панель имеет яркость очень хорошую. Смотрите, 703 значения. Это прям нормально, да. Прям нормалек. Шим какой при максимальной яркости? 7,7. 7,7, да. Понижаю. Вот понизил. 8 с лишним еще понизил. Меньше 9 держится. Ну, нормально сопротивляется, смотрите-ка. Коэффициент сильно не растет. При снижении яркости. А вот здесь полезло уже. Здесь уже все. Всю сущность шимную проявил. Здесь за сотку, да, полезет. Да. За 100. Но, видели, первую половину можно нормально регулировать. Снижать для глаз не будет проблемой. Можно отрегулировать цветопередачу. Яркий режим, нормальный. Мне стандартный больше приглянулся. Нормальный какой-то желтый прям. Ну, можно, конечно, отрегулировать BB. Ну, что-то не знаю. Стандартный, короче. Ок. Вот. Хотя нет. Вот так вот, наверное, нормалек, да? Как вам видно там, не знаю. Вот так прикольно. Я небольшой любитель Funtouch OS. Но, смотрите, даже сюда завезли темный режим. Я активирую, меняется расцветка. Хоп, шторка стала темной. Если зайду в звонилку, тоже она темная. Пожалуйста, туда-сюда все хорошо сделано. Нормально, да? Да, давайте заглянем сразу, раз мы про Funtouch заговорили, в раздел о телефоне. Funtouch OS. Вот, версия Funtouch. Какая? Какая? Вот какая. 9, OS 9 и Android 9 здесь. Вот как. Гипножапа. Камера, как видите, здесь тройная. Основная на 16 мегапикселей, ширик на 8 мегапикселей и дополнительный модуль для боке 2 мегапикселя. Много раз доказано различными примерами реальными, что на боке выделенный модуль 2 мегапикселей, он ни о чем. Вот. Остальные модули здесь более чем полезны. Основная камера хороша, ширик хорош. У ширика можно, кстати, активировать опцию исправления геометрических искажений. Камера тяготеет к приукрашиванию действительности. Если вы любите больше естественные снимки, то этот девайс вам не подойдет. Но если вы любите выкладывать, делиться фотографиями такими, с несколько накрученными цветами, то Vivo 18 Neo самый раз. Google камеры сюда, как я понимаю, не поставить, но это тот самый случай, когда можно обойтись и без Google камеры. Ты не будешь чувствовать себя ущербным, каким-то обделенным, видеть, что у знакомых получаются фотографии лучше. Нет, такого не будет. Камера в стоке хорошо отрабатывает снимки. Вообще, я не первый раз подмечаю, что фотоотдел у Vivo очень-очень сильный. Что флагманы, там у меня Nex был. Что бюджетки меньше десятки. Что вот среднебюджетные телефоны до 20, да. Все они фотографируют добротно. В своем классе реально они не мальчики для битья. Ни в коем случае. Вот интерфейс камеры, да. Он так же, как и Funtouch US, несколько какой-то такой странненький. Но в то же время функций много, все они в легком доступе и можно назвать его удобным. Смотрите, вот есть режим распознавания изображения. Давайте вот у меня книга есть на китайском, что-нибудь откроем. Вот смотрите, мужика бьют дубинкой. Вот какая-то лошадка с петушками. Так, что получится? Что распознаст? Здесь. Ну давай. Распознавай, что это такое. Распознавание. Чехол на чайник, винтажный Париж. Ночная сорочка, мешок для обуви. Ну смотрите, картинки более-менее похожи, да. Вроде есть бодики для детей. Хорошо, хорошо. Так, еще вот интересный режим есть. Называется он док. Все-таки, блин, переключение не очень удобное. Док. Так. Навожу туда книгу, да. Хочу сфотить. Сфотал. Смотрите, вот изображение, это самое. Можно ее изменить, страницу. Так. Она типа у нас изогнутая вся, да. Вот. Что будет? Смотрите, вроде что-то исправили, да. Было так, стало вот так. Постарались выровнять. Здесь, конечно, держать не так криво, как я. Будет вообще хорошо. Конспекты там фотать. Что-то, шпоры делать. Норм. Фронталка превосходит разрешением. Все остальные камеры вместе взяты. 32 мегапикселя фронталка. А сзади, давайте считать. 16, плюс 8 и плюс 2. 26, спереди 32. И эти 32 мегапикселя, в общем-то, оправданы здесь. Детализация получается хорошей. Есть и режим красоты. Работает по умолчанию. И алгоритмы, ну, такие себе превратят вас в китаяночку. В общем, все, как вы любите, мои дорогие подписчики. Если вам не нравится такой подход, то можно все эти тумблеры вниз сделать. Будете естественным таким вот прям человеком. Камеры могут писать и видео. Представьте себе, да, на три из этих четырех камер можно писать видео. На ширик, на основную камеру и на фронталку. Переключаться между основной камерой и широкоугольной во время записи видео нельзя. Нужно определяться сразу. Режим съемки везде в Full HD при 30 кадрах в секунду. Стабилизации нигде нет. Но, пожалуйста, смотрите примеры. Пример видео на фронталку. 1080p. И вот так записывает фронталка. На мой взгляд, модуль неплохой. И для фото, и для видео. Главное, не забудьте выключить эффекты красоты. И на фото, и на видео. Пример видео на основную камеру. Разрешение 1080p. Оценивайте звук, оценивайте цветопередачу. Давайте попробуем фокус. Постоянный фокус. Он не работает. Нужно помогать пальцам. Тачфокус, видите, работает. Нужно отметить, наверное, что сейчас уже вечереет. Не день. Смеркается. Имейте в виду. Так, давайте оценим угол. Вот это основная камера. Сейчас переключусь на ширик. А вот это пример с ширика. Угол вырос значительно. Но упала и детализация. Потому что объектив не такой светосильный. Ну, это как бы опционально. Нравится, используй. Не нравится, не используй. Вот так вот. Нравится мне эффект ширика. Хорошо получается. Оригиналы я залью на файлобменник. Фото и видео. Так что скачайте. Посмотрите, что кого. И оценку дадите сами. А это ночной пример видео на основную камеру. Ночью снимает не так хорошо, как днем. И фото, и видео. Может с апдейтами подтянуть. Кстати, на фронталку можно записывать ролики с красотой лица. Какая-то дичь, ребят. Не знаю, какой-то трэш прям полный. Признайся, захотел такую функцию в свой смартфон. В этом телефоне есть еще один момент, который я старался оттянуть до последнего. Первый, вы помните, это microUSB. А второй, это процессор Mediatek. Helio P65. Не спешите закрывать видео. Процессор здесь довольно-таки неплохой. Call of Duty Mobile, друзья. Настройки, графики такие. Все, что максимально можно поставить, я поставил. Эти опции не активные. Никак они не нажимаются. Частота кадров средняя. Графика низкая. Возможно, потом умельцы найдут способ поднять графон. Пока вот так. Идет при таких настройках хорошо, друзья. 60 фпс. Я прям удивлен оптимизацией этой игры. Либо удивлен производительности смартфона. Но смотрите сами. 60 фпс счетчик. По центру, наверху. Все прям нормальненько, нормальненько, четенько. Шустренько. 60 фпс. 50 с лишним. Просадки есть, но они никак не бросаются в глаза. Но, наверное, когда режим королевской битвы, да, то там просадки будут посильнее. Я пока туда не заходил. Все, в обычной колде бегаю. И здесь, как видите, все отлично. Я с утра играл вот в колду вот на этом телефоне. До 11 уровня дошел на Vivo 18 Neo. Без проблем вообще. Желание срочно выбросить этот девайс, взять другой, у меня не возникло. Все хорошо проходилось. Ну, видите, да, 60 фпс. Для геймплея то, что надо. PUBG Mobile будем запускать с такими вот настройками. Через GFX Tool. HD разрешение, эффекты. Видите, какие 60 фпс. Запустим, посмотрим. Высадка голожопого десанта. Фпс в районе 50. Под 60 в помещении. Норм, норм, норм. С GFX Tool можно очень гибко настроить графоний. Я думаю, что можно еще поднажать в плане визуальных эффектов. Vivo 18 Neo, чтобы было покрасивше. Вот, и вообще Helio P65 пока мне нравится, как он ведет себя. Вообще, кажется, по поведению он близок с Snapdragon 730. Вот троттлинг у него, кстати, минимальный. Вот, посмотрите, сейчас перед вами скриншоты из наших тестов синтетических. И троттлинг-тест центрального процессора. Вот он перед вами. И графического ускорителя троттлинг-тест, который GFX Bench. Посмотрите на график, он практически прямой. Ну вот, и Antutu тоже, посмотрите, баллы теряются слабо. В плане троттлинга графических вычислений здесь все нормально. Да, а захейтили бы, я думаю, этот Mediatek, если бы я сразу сказал, вот, только в путь. Нет, друзья, не надо спешить с выводами. Вот, геймплей, опять же, перед вами. 50 фпс. Как отсюда выйти? Асфальт 9 стоит самая высокая графика из доступных. И, я не знаю, тянет или не тянет. Вроде бы и просадка была до 20 с лишним. А вроде бы и 30 сейчас. 27. В общем, при желании, можно, знаете, и высокую графику ставить. С красивыми всякими графическими эффектами, да? Но если стабильность нужна, то среднюю. Я и на средней катался. Там, вот вообще, просадочек нет. А здесь они редкие. Не знаю, можно и так, наверное, ставить. Как считаете? Как бы вы вообще играли бы? С редкими просадками, там, на 2, 3, 4 фпс, но с графонием. Либо вы пожертвовали бы графикой немножко и предпочли бы стабильность. Хотела показать бокс и перед запуском игры реклама игры. Где надо пилить фрукты и овощи. Что? Что это такое? Кто это вообще скачает? Как, вот зачем это играть? Давайте посмотрим, сколько людей скачали. 11 тысяч отзывов. Большое количество скачиваний, да? Извращенцы, вы что делаете? Ну, если кто-то скачивает, значит, кому-то это надо. Хотите огурчик? Поскрысти. Скачивайте игру. Давай, трэш. Итак, бокс. Чувак зелеными волосами. На вайпера крашеного похоже. А давайте вайпера покрасим зеленый, когда у него усы будут. Когда усы вайпер отрастит, лет через 5-10, да? Мы его зеленые и усы покрасим, и голову. Что-то матч быстро закончился. Я не обратил внимания на фпс. Но вроде нормально все прошло. Какие-то просадочки были, но незначительные. Ну, я думаю, хватит, да? Демонстрации игровых способностей. На мой взгляд, неплохо справляется этот чип в этом сегменте. За сколько его? 16, да, можно сейчас взять в розницу. 16 тысяч в розницу, ну, неплохо. Можно почти во все играть. И иногда, да, графику придется понижать. Но, тем не менее, не ущербно тянет игры. Да, Mediatek вроде бы еще и держится молодцом. Да, да, да. Кстати, олеофобка на стекле есть. Вот что я заметил. Олеофобка есть на стекле. Я же снял, да, в начале видео пленку. И вот сейчас могу ответственно заявить, что олеофобка присутствует, легко оттирается, чистится. А у Д есть. Always on display. Видите? Always on display. Отображение, там, информация разная. Одно из главных достоинств этого телефона – батарея. Емкость ее составляет 4500 мАч. И по корпусу не скажешь, да, какие там 4500. Четыре максимума, а может быть даже 3500. Да, вот современные технологии пришли к тому, что в обычном на вид телефоне стоит аккумулятор, который ранее был присущ долгожителям. Помните такой класс телефонов? Вымирающие уже. Долгожители, такие кирпичи большие. Ну нет, вот, 4500 и все уместилось. По времени работы все хорошо. За 2 часа YouTube с максимальной яркостью он садится на 14%. У нас за час всего 7%. Посчитайте 100%, на сколько часов просмотра хватит. Надоест YouTube смотреть подряд столько времени. В Shadowgun Legends за час с максимальной яркостью он садится на 22%. То есть хватит его где-то на 5 часов игры. Но тут влияет не только емкость батареи, но и еще процессор. Helio P65 он не очень энергоэффективный. Он довольно производительный, но заряд все же потребляет выше, наверное, чем хотелось бы. Но зато FPS нормальный. Давайте сделаем выводы, друзья. Подведем итоги. Vivo V17 Neo за 20 тысяч рублей обычную стоимость сложно выделиться. И не только для Vivo, но и для всех. Потому что это очень конкурентный сегмент. Но, вспоминаем видео, там акции у них. За 15,990 его по акциям можно взять. И эта цена уже очень такая нормальная, знаете, за те возможности, которые вам предлагают. Super AMOLED экран, хороший Full HD NFC, Wi-Fi 5 ГГц, тройной лоток, производительность нормальная, мощная батарейка, камера. Настолько хорошо снимает, мне понравилось. Хотя видео возможности подтянуть бы как-нибудь, может, с апдейтами. Кстати, апдейты приходят. Мы поставили два, по-моему, обновления на него по Отто. А, еще у него сканер в экране быстрый. Наверное, самый быстрый сканер, который я встречал в этом классе. Вот до 20 тысяч. Вот прям нормально. У Самсунгов он тупит. Тупит раза в два, наверное. По скорости он, так ощущение, что обходит даже флагманы Samsung, которые 90 тысяч стоят. Но вот 10 плюс. Здорово, Vivo. Молодец, Vivo. Из объективных таких минусов, что это micro USB, да, USB-C здесь нет. Но, опять же, для многих это не минус. Я часто встречаю комментарии. У меня полно аксессуаров с micro USB. Пришел к другу, у него нет USB-C. Что мне делать? Пожалуйста, для вас это значит не минус. Но все же, 2019 год, вторая половина, уже нужно USB-C. Ну, хочется вставлять и так, и эдак. Vivo 18 Neo это один из тех телефонов, о которых ты не вспомнишь сразу сходу при покупке девайса. То есть, у тебя в голове лампочка не сгорится. Пелс, так типа, о, Vivo 18 Neo, надо мне посмотреть, что это такое. Но я рекомендую все же задержать его в уме, потому что набор качеств у него действительно интересный. Vivo все больше и больше прикольных моделей выпускает на российский рынок. И это хорошо. Я поддерживаю такую инициативу, потому что конкуренция это здорово. Здорово. Не надо сразу сходу списывать его со счетов. Нет, дайте ему шанс, рассмотрите. Посмотрите примеры фотографий оригинала я залил. Посмотрите результаты бенчмарков. Посмотрите на FPS в игрушках. Посмотрите, как конкуренты себя ведут примерно в тех же сценариях, в тех же условиях. И, возможно, дадите ему предпочтение. Да. Купи где можно. По видео, по акции. Ссылка в описании. Для удобства вашего. Спасибо за внимание, друзья. С вами был Евгений, мой был Telephone.ru. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик. Для оповещений ставьте лайк, если вам зашел этот видос. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...